Так, так, так. Всем привет! Я в эфире. Сейчас опять у меня вложик швейный, рассказываю, что сшито. С монтажом у меня пока та же обстановочка обстоит. Поэтому пока только отчеты по готовому. Ждем мастер-классы все вместе. Самое интересное сейчас будет опять вот этот плед. Я про него расскажу, потому что слишком много про него вопросов было в плане юзабилити. Сомневается. У меня несколько бывает странных конгломератов сообщений. Первое. Почему я шью из одежды из-под мертвецов, я это вообще не понимаю. Почему я все нахожу на помойке, я тоже не понимаю. Хотя я во всех своих видео тыкаю пальцем на нашу кладовку и рассказываю, как я нашла в своей кладовке вещи свои, мои наши любимые хэбэшные, купленные в Европе где-то. Но мне убедительно настаивают на том, что это из-под мертвеца кто-то помирал в этом. Ну ладно, это одни люди. Другие люди мне постоянно пишут про трикотажный плед. Там же стрелки побегут, начнут распускаться. Я вообще не понимаю, о чем речь. Я же не из колготок капроновых, а из свитеров сделала плед, и всем кажется, что он у меня распустился и уже давно где-то выкил. Как комментарии приходят раз в неделю, я иду, смотрю, плед идеальный. После стирок нормально, ничего не перекосило. У всех в голове мой плед почему-то рвется и идет стрелками. Окей, это третий вид комментариев, второй вид комментариев. Третий вид комментариев про вот этот плед. Расскажу, в чем суть. Ну, естественно, естественно, джинсы для него были с помойки. Это не наши джинсы накоплены, это все с помойки. Вообще, я уже не спорю, я опытный блогер, опытный. Но пару женщин, я поняла, кто мне написал, что плед неподъемный. Но они сделали только из джинсов. И только из джинсов, да, я согласна, что плед неподъемный. Но это те, кто делал и делал тотально из джинсовой ткани. Но есть люди, которые не делали, но они считают, что у меня плед вот этот джинсовый, черти сколько он весит и неизвестно, как он неудобный. Почему я его не расправила? Я вам хочу показать, что этот плед вот в таком пакете. Это какой-то констоварный пакет. То есть это в констоварах вот такой. Вот, плед залез в пакет. Ну, как бы, я не скажу, что он как пушинка. Доказательство на мизинчике висит. Ну, ощутимо, но не сказать, что он неподъемный. Мы сегодня в Белеке. Еще прошивнемся по отелю. Ну, потому что у меня последний эфир не так давно был на Рождество. А как бы месяц прошел, я много не нашила. Поэтому буду развлекать, чем получить. Плед не огромный, хотя он свисающий с боков кровати. Вытаскиваем. Он, ну, он еще кроме... Кроме того, что он для влога я его привезла, я его еще привезла на смотрины. Ко мне клиентка придет. Она захотела заказать. Вот и образцы сейчас тоже их рассмотрим. Вот этот плед. Я его давным-давно шила. По-моему, полтора года назад. Марши на 1 сентября подготовительной школы. Шарики, видите, это у нас годовщина свадьбы. Я могла это сделать за кадром, но в пакете надо было тоже показать, потому что не верят. И прям спрашивают, по-нормальному спрашивают, не прикалываясь, как сделать не тяжелый. Блин, я опять сандышкой, потому что у меня задние колеса набегают на передние. Меня всегда так нервничает в эфирах. Прям уже опытный блогер, можно сказать. А все психуют. Она придет, она тоже такой винтажный захотела стиль. Я буду вышивать необычными. Это я, Маша, это обычной сороковкой вышила. Как бы оно нам надо было или нет. То есть вот, помялся. Надо, кстати, когда она придет, его чуть-чуть разложить, расправить. Здесь обычная сороковочка. Ну, вы поняли, да? Про конусы речь. И немножко золота. На заказ это делать, ну, нельзя. Чего позориться? Это ладно. Мы с вами узкой компанией знаем, что это так себе. Мастерица схалтурила для себя, сделала так себе. А на показ уже нельзя. Вот. Я сделала образцы. По WhatsApp мы посовещались, какие цвета она хочет посмотреть. Это уже все. Мадейра пошла. Мадейра. Держите меня, Симмера. Вот такая цветовая гамма. То есть я примерно такую же брала, но поблагороднее, потемнее. Вот. Она тепленькая такая становится уже. Следующий. Вот этот. Я даже не стала дошивать. Синий с фиолетовым. Его не видно. То есть здесь даже это нет. Я просто взяла с собой этот образец. Это сразу отмели. Еще образец в бордовом. И еще образец. Маша этот цвет тепу называет. Он пурпурный, либо фиолетовый. Вот мы что-то там выбирали, выбирали. Значит, здесь пурпурный, здесь бледно-лилово-фиолетовый. И бордовая окантовка. Так, у вас окантовка щипко-резко отражается. Не так. У вас контрастно получается. Кстати, у вас вот это даже посимпатичнее получается. У меня хуже в жизни. Вот. У меня готовы ей образцы. Я с ней буду торговаться. Я сейчас скажу 2000. Но если хотите полторы, давайте будем делать его не двусторонним. Потому что я его делала двусторонним. У меня получается. Я его весь собрала. Без вот этих. Ну, кто видел этот видосик, вы помните. То есть у меня были вышиты буквы. Все собрано по периметру. А потом на готовом пледе я делала стежку насквозь. Вот эти все синие. И он у меня получился двусторонний. Наизнанке у меня то же самое. Вот. Со всех сторон. Вот. То же самое, то же самое. Я на заказ... Не-не-не. Я не хочу такое делать на заказ. То есть тут сначала столько времени уйдет на эту вышивку, на эту сборку, а потом где-нибудь, представляете, игла поломается вот здесь. И как ее менять. Такого не надо. То есть если для себя я что-нибудь могу шлепнуть, то, что не утверждено, что угодно могу сделать, а там уже будет техническое задание и извините меня. И знаете что, я уже медведей один раз шила, вышивала на полностью готовом. Не-не-не-не-не. Не хочу больше. То есть я 500 скидку сделаю, скажу, давайте я буду другую обработку применять. Потому что она вцепилась в эту обработку, ее надо прям заинтересовать. Скажу, давайте. Прям я тоже хорошо сделаю. Я ей даже могу предложить какую-нибудь вышивку здесь сделать, наизнанке. Вот он, заяц. Ну, у нас юзана и стирано, поэтому у нас уже вот эти заминчики такие в винтажном стиле пошли. Это все хэбэшка, оно не разглаживается, не разутюживается. Ой, блин, какой он бархатный уже стал. И другой вопрос. Она, видимо, не рассмотрела вот эти моменты. Сейчас вы рассмотрите. Вот эти узелки, видите, в программе? От них никуда не деться. То есть это... Нет, можно деться, убрать обрезку нити и заводить нитки в толщу одеяла. Я не хочу это делать, потому что... Она, по-моему, даже больше будем делать. Не знаю, размеры, ну, а как минимум такой. Я помню, как я его запихивала в машинку вышивальную. Ну, нафиг. Лучше поубалкивать. Дальше. Про вес. Я все понимаю, что если это будут одни джинсы, будет неподъемно. Смотрите. Вот это блок. Вот блок. Вот блок. Они из изнаночной ткани. То есть они как бы вот подтягиваются под цветы сюда. Буквы. Да. Буквы я почти... Не почти, а буквы 100% вышитые на джинсе. Прям шовчики у меня попадают. Это не то. Вот это то. Ну, вот шовчики. А уже вот эти для стежки я где-то ставила вот джинса. Джинса. Вот изнаночная. Еще я вот эту ткань добавила. Это тоже что-то тонкое, полотняного переплетения, фиолетового цвета. Вот. Даже на ней буквы вышло. Вот поэтому. Потом что еще? Вот эта полоса из вот этой же ткани. И на окантовке. Смотрите. Вот другая ткань. И вот изнаночная. Вот они пошли. То есть... А, еще вот на этой полосе тоже джинса. Джинса в центре. А по краям я пустила. Я ее, кстати, тогда так классно сделала. Вам всем понравилось. То есть я их не так собирала. Это просто широкая полоса. Узкая джинсовая. И широкая полоса другой ткани. Я их разрезала и чуть-чуть сдвинула. И получилось, как будто долго-долго шили. А оно оказалось моментально. Ну, гляньте этот видосик. Я там все объяснила. Я объяснила, как вот эту полосу собирать быстро. Чтобы так тыг-тыг-тыг было. Туда-сюда. Как будто долго сидели, шили. А это тоже. Просто длинную полосу заготавливаешь. А потом нарезаешь и притачиваешь один треугольник. Одну сторону треугольника к другой стороне треугольника. И получается так. Вот что элементарно, то вот эти две полосы. Все. Я уже пропуск выписала. Этой посетительнице. Она в другом отеле отдыхает. Все, его убираем. У меня еще были отправки. Но я их уже отдала. У меня осталось вот это лежит. Сейчас глянем. Пока не забрали. Это в винтажном стиле. Ланчмат. Винтажненько-винтажненько. Это крестик. Сто. Сорок тысяч стежков. По идее, это большая программа. По-моему, 25 сантиметров. Но у меня пяльца только 20 в ширину. Я чуть-чуть уменьшала. Но получилось скучненько. Но винтажненько. Еще вот эта ткань старая у меня. В общем, да. Голодануть человеку надо. И это натурально. Видите, как все помялось. Натурель. Маленькая такая салфеточка. Не салфеточка, а ланчмат именно. Вот. Так, это можно тоже убрать. Это я рассказала. Ну, тут скорее, да. Господи, девочки. Вышивала долго, но... А потом по периметру обшила, обточала. Давайте я сейчас допокажу, что я делаю. Я еще пижаму нашила детям. Ну, у меня же пункты. Пледы, наволочки, пижамы. Нашила детям. Могу даже взять, вытащить отсюда, чтобы мы в шкафу сидели с вами. Шташке довязала курточку, кофточку. Я как бы хочу сказать, что я не лодерничаю. Я работаю по своему хобби. Проблема с монтажом. Так, смотрите. Остались штанишки в комплект кофточкам. Я их не буду брать. Здесь обычные штанишки. Это уже ношеная, стираная белые костюмы. Ну, что нам они, правильно? Сейчас покажу. А, это вы уже видели. Эту кофточку вы уже видели. Даже фоточки уже есть красивые. Классно смотрятся, с бежевыми джинсами. Самое крутое это вот это. Это спина. Это, да, я рассказала уже. Дальше. Пижамки пошли. Сашкина пижамка. Он, ребенок упорот на медведях. Я ему медведя вышила. Знаете, у меня теперь дома такая поговорка. Хочешь вышивать огромные дизайны, шею детям пижамы. На пижамах можно забацать что угодно. Это медведь прямо вот, ну сколько, я не помню, точно вот такой. У меня рука большая. Сейчас к нам стучаться. Я подойду, посмотрю. Здравствуйте. Спасибо. Нам книжка принесли. Нам, потому что приносят два, обычно. Мы заказали что-нибудь послаще. Вот, еще одно было у нас здесь. Ну, сейчас на обратном скачке я расскажу все. А одну бутылку уже не хватило. Там всякие брюты остались, а мы послаще любим. Вот, нам накрывают. А ты поздравляешь, шарики. Блин, я забуду уже сказать, ладно. Они порядок сделали, шарики набросали. Годовщина свадьбы, они о нас позаботились. Ну, чтобы не мучиться сильно, не искать. Смешно. Вот, короче, тоже вышивается, наверное, 100 тысяч стежков медведь. И даже, знаете, здесь розовый есть. Он начинается первым. И он зашивается. Его, короче, даже сейчас не видно. Не знаю, это с фумата или фотостежок. Начинается со светлого. Вот то, что начинается. Они один со светлого, другой с темного начинается. Вот это со светлого начался, темным закончился. Вот. Дальше. Ну, вы в курсе. У девочек сейчас лобби-бек. Это Машина. Кофточка очень простая. Очень простая. Очень простая. Тут даже, я не знаю, наверное, не нужны мастер-классы. Все очень просто. Оверлок достала. Кто со мной давно, вы же знаете, как я ругаюсь на оверлок. Достала. Детям собирала пижамки. То, что вы видите закатанное. Это и правда закатанное. Это уже стиранное много раз. Просто мы взяли пока еще холодно. Но у нас холодно. У нас, по-моему, 9 градусов на улице в Турции. Как бы вот. Смотрите. Могу опытом поделиться. Вот на этой, фрисе на этом. Я здесь поставила вот такую горловину. Выглядит вот так. А Сашке, я тоже хотела вот эту панду вышить сильно. Я поставила кашкарсе. Смотрится отвратительно. Не стоит. То есть, берите вот этот мой плачевный опыт и запоминайте. На фрис лучше ставить его же. Потому что вот разница. Он тем более тягучий. Девочки. Все нормально. Эластичности хватает. Горло хорошо. Вот это, наверное, футер двух или трех нитка. Черт его знает. Его не поставить. То есть, сюда я кашкарсе ставил. Но оно и в цвет, и оно и в тему. Запоминайте. Три варианта обработки. Потом, чтобы, например, у вас будет флис. Вы решите, не видя этого, докупить кашкарсе. Вы на него деньги потратите. Получится вот так. Некрасиво. То есть, возможно, лучше даже деньги не тратить. На дополнительный материал. Потому что кашкарсе сюда идет много. Прям полметра. Внизу надо манжеты, горловину. Учтите. В общем, запоминайте. Этот мой плачевный опыт. Здесь пантера. Наверное. Ты пантера же, да? Тоже хотелось вышить рисунок большой. Хочешь вышивать шею детям пижамки. Вот эту кофточку вы не видели. Это Сашулькина. Сюда вообще этот медведь зашел. Блин. Слушайте, так, как сказать. Холодно-шотландское что-то такое. Нету блеска у пряжи. Сейчас про пряжу, про эту скажу. Значит, пряжа. Кто в Турции? Это Хоббиум. У них появилась своя пряжа. Я ее упоминала. Очень дешевая. Чисто шестяная. Фигня. Фигней. Поясняю почему. Она вроде бы для чего-то и подойдет. Она правда шестяная. Возможно, даже чисто шестяная. Но полотно получается. Вот это все кромки в одну сторону растягиваются и все. И она становится монолитом. У нее нет вот этого свойства пружиниться. Все. Она очень странного свойства. Это надо учитывать. Поэтому, девочки, возможно, пледы, еще что-то, какие-то шапки, еще что-то не пойдет. Кофты не пойдет. Здесь тоже низушка. Ну, она же была связана фабричным краем, как я люблю. Там я уже рассказывала, как его с помогательной ниткой делать. Все. Оно пошло. Сейчас раскладываю. Смотрите. Уже вровень. Ну, что это за резинка? Вот. Видите, да? И она обратно не пружинит. А это очень эластичный край. С рукавами. Вот. Видите? Вообще не пружинит. Фигня, короче. Ага. Обратите внимание. То есть, либо, вот учитывая мой вот этот комментарий под какое-то определенное изделие, на плед сойдет. На плед недорого, тепло. И там, даже если вы на что-то его посадите, плед, то, может быть, даже и нормально. На кофты не берите. Не надо. Не ведитесь. И вот эту кофточку я тоже показывала уже. Я ее дошила. Точнее говоря, довязала. Тогда он у меня ходил отдельно с этим, с этим. И я после эфира, когда показала вам, довязала. Здесь у меня моя любимая кетлевка. Значит, все спрятано внутрь. Показывала в видео про какой-то дорогущий свитер. У Лоры пьяный я идею взяла. И там вот так обработала гравин. Показала очень подробно, куда тыкать крючочком. Вот. Получается офигенно. Вот. Такая. Не шевелюсь. И это воротник. Шапка. Все. Здесь уже шнурочек есть. Но это те же самые нитки. Я узнала о таких свойствах после того, как я купила несколько килограмм. Вот. Ну, видите, это в две нитки. Может, оно еще как-то и пульсирует. Вот в две нитки. Могу порастягивать. Да. В две нитки чуть-чуть по-другому работает. В одну жуть. То есть, это такой свитер в стиле викингов. Здесь никаких дырочек нету. Прошу обратить внимание на стыковочки. На стыковочки смотрите. Угу. Бам-бам-бам-бам. Все. Это еще не все, что я сделала. Мы же не только тут свадьбу отмечаем. У Сашки день рождения. Это детская часть номера. Я делала гирлянды на Новый год. Я там вопросы задавала, как сделать, чтобы было понормальнее. Потому что у меня вот эта форма... Я вот эту форму хочу делать, а у нее вот с этих острых мест скатывались. Я обожаю вас спрашивать. Мне столько советов-то давали. Я сейчас хотела сказать, кто мне дал совет. Я забыла. Что надо вырезать с бортиком. Все. Это, конечно, я вышла на фигне. Это детский набор хетра. Не хетра. Ну вот дети делают из чего? Кидже по-турецки. Волокнистая штука. Вот на этой штуке я вышла. Это толстенькая. Вот что получилось. Вырезала. Сейчас контрастная. Какая тут самая контрастная? Вот. Вырезала с кантиком. Угу. И все. Ничего не сваливается. Конечно, скилл вырезания. Надо прокачивать еще. Вот. Остриюшечки. Сейчас покажу всю надпись. Ну, извините, против света. Здесь со светом напряженка. Здесь только вот курить нельзя. Здесь написано. Happy birthday. Искандер. Ну, потому что у меня Саша не Саша Искандер. Но это еще не все. Еще я давным-давно, когда делала плит, я делала еще гирлянду. Из этих медведей. Этих медведей уже след простыл. Вот. И я переделала окантовку. Мне она тоже не хватило. Я вот другой формы сделала ее. Смотрите, как классно. Также, знаете, что я сюда использовала? Это ибруля. На турецком. На нашем, наверное, не цветная, а типа мультикалор или еще что-то. Нитка даже прицепилась. Вот. Медведи. Здесь еще сложнее вырезать было. Вот. Все. Вот этот кантик. Знаете, просто рука уже должна встать как надо. И будет нам счастье швейное. Happy birthday. И что у нас еще здесь? Вот. Это я тоже показывала. Это я Машке шила. И у нее ланчматы тоже с этими куколками есть. Здесь другие. И что еще? И кошелечек. У нее там какой-то повод был. Я и делала. Дети тащатся от этих. Ну, вы видели на кофточке. Это детская комната. Их. Сейчас уже плавно перешли на обзор. Здесь выдают детям вот такие снеки. Заряжают их по полной программе. И из питья здесь. Ну, знаете, обычное. Все обычное. Молоко. Молоко, кефир, вода минеральная, фанта. Это мы уже принесли сами, Данисима. Сникерс. Ну, а что еще? Сейчас наш покажу. Дальше. Это детский туалет. Здесь, между прочим, все средства ботега винета. В Регнуме было булгари, а детям манклер. А здесь ботега винета очень вкусно пахнет. Зубные щетки. Боже мой. Это такая жесткость. Я за полсекунды разодрала себе все десна с кровью, со всем остальным. Дальше. Детские наборы. С уточками. Я даже покажу сейчас, где этих уточек запускать можно. И детская косметика. Ну, как всегда. Все, что положено. Это все, что забыли. Если дети захотят побриться, им есть побриться. Причесаться. Если месячные пойдут, то прокладка. И все остальное тоже. А, из прикольного. Ну, там ватные диски и все понятно. Сейчас покажу, что еще. Далее. Вот, до хвоста. Еще, что выпадываешь, у тебя же достают. Вот. Здесь дают щипчики для кусачек для ногтей. В каждом номере. В каждом столике. Так. Мне надо, чтобы дуки действительно не побрились. Спрячем. Мыло тоже. Боттега Винета. Все. И халаты здесь классненькие. Это детский халатик розовый. Ой, извините, оранжи. Идем дальше. Сейчас покажу, куда уток можно запустить. Смотрите, что у нас тут на балконе есть. Джакузи. Ага. Где включалка? Она прям подключена. Вид у нас тревожащий всех родителей детский клуб. Как говорится, нам дети... А почему мы в этом отеле? Нам дети разрешили не ехать в киндом. Потому что я вас уже эфирами из киндома, мягко говоря, задолбала. Чеши-то у меня оттуда обычно они. Тут мы поговорили. И Сашки на день рождения, так как там 10 лет уже, все. Он взрослый говорит, хорошо, можно не в киндом. В киндоме мы, потому что были, мы, наверное, 7 января туда только выехали, как Рождество. Все Рождество отметили, все Новые годы отметили и уехали. Сейчас мы сюда приехали. Это так хорошо, что здесь детей. Здесь детей меньше. Здесь меньше детей хоть как. Так, все, идем. Такс, холодриго. Очень холодно у нас, капец просто. Смотрите, во-первых, букетик на свадьбу нам подарили, принесли. Мы когда ели, к нам ассистент. Здесь у каждого номера по два ассистента. Ассистент прибегает их. Зовут его Артем. И он очень бурно меня поздравляет на турецком. Я говорю, давайте, Артем, не будем. Никого обманывать, поздравляйте меня на русском. Ну, поздравил. Конечно. А сюда я вообще, они говорят, а что вы хотите? Я говорю, ну, давайте хамон и малину. Они не поняли, что они принесли икры красной. Ну, здесь икра, прям ее никто не берет. Я по утрам ем блины с икрой, мне нравится. И малину, малина обалденная. Но дачники, вы же знаете, малина, она очень сладкая. Это, вот если солнечный год, особенно это в Сибири, понятно. Если солнечное лето, она офигенно сладкая и ароматная. А если дождливое лето, то она, конечно, есть, но уже она подкислит. Ну, кисловатая, не прокисшая, а кисловатая. Вот это, я не знаю, из какой страны, нету вот этого максимального аромата. Нету. Откуда-то с не очень солнечной страны, хотя казалось бы. И еще вот эти ягоды привезли. Я точно могу сказать, оно все немытое. И зачем-то вот эти штучки. Миндаль. Ну, может, из-за того, что они видели, что мы их берем много, дети едят. Вот. Завтра еще будет с Сашки тортик. И нам еще вина должны принести к вечеру к этому. А это каждый день по две бутылки приносят. То есть на этот и на детский номер. Ну, естественно, все сюда. Вот, они видели, что мы, видимо, горничная сказала, что мы вот эти берем, значит, нам нравится. Что здесь еще есть? Здесь есть марципаны. Это марципановая клубника. Еще есть апельсинчики марципановые. Тоже прикольно. Шоколад фирменный с надписью. Средней горькости. Из того, что мне очень понравилось. Слушайте, это я себе взяла. Это я даже не детям. Они, вы понимаете, они не поняли. Они кока-колу без сахара пьют. А вы представляете, какая вот эта вкуснятина? Хип яблочный. Это прям реально. Я говорю, вы попробуйте. Это офигенно. Офигенно. Они нет фанта. Ну, слушайте, я не матерюсь в эфирах. Но все-таки вы, ну, понимаете мои чувства сейчас. Ничего себе фанта по сравнению с хиповским яблочным соком. Вот. Что еще? Это вот с утра у нас был пивасик этот. И вот еще там у нас активия одна стоит. Данисима я взяла. Мне нравится. И здесь, кстати, вообще здесь пофигу, что ты в номер носишь. Хоть заносись. Как бы вот, ну, даже чапи. Оно не такое вкусное, как хип. Вот, дети вот это все выпивают. Спрайт, кола, фанта. Ой, господи, прости. Что с ними не так? Сейчас еще покажу. Мини-бар это не весь. Вот. Это тоже. Вот это они едят. Гранола казинак, что ли. В общем, мы-то взрослые. Мы уже в ТикТоке посмотрели, как там на полу делают эти казинаки. И мы перестали их есть. А дети не смотрели. Они вот эту ерунду едят. Вот эту едят. Ну, правильно, Макс Рейли больше нечего есть. И вот к этому присасывается это мед. Им нравится все. И здесь у тебя есть капсулы. Ой. Вот. Капсулы для кофе. Сейчас, скорее всего, добежим с вами до шоколадного магазина. Смотрите. Это шоколад. А это капсула. Шоколад здесь. Ручной работы. Делает то ли кореянка, то ли бог знает кто. Очень вкусное. Все хендмейт. Так. Я вляпалась уже. Сейчас руки помоем. И пойдем. Короче, там девушка, ну, такой. Как сказать. Азиат. Ярко выраженный. Ну, не наша Азия. Это наш взрослый наборчик. И вот эти вот дает помыться. Полотенце фирмы. Короче, девушка, ярко выраженный Азиат. Давайте я сумку, очки беру и пойдемте смотреть, что там. Подержите три секундочки, хорошо? Так, все, я взяла. Так, я же тут начала какие-то расистские высказывания, да, продвигать. Что там нам эти азиаты? Пойдемте до этих азиатов, во-первых, даем. Так, карточка есть. Короче, рассказываю. Сейчас, видит меня кто отвлекет. Она делает вручную конфеты шоколадные. Так, я вылетала из эфира, да? Она вручную делает шоколадные конфеты. Но она делает, и тут положено всем очень приветливо к гостям относиться. Мне пока микс шоколадных конфет набирали, она со мной три раза поздоровалась. Я так думаю, что нам азиаты все на одно лицо. Ну, блин, ну тут другого ничего не скажешь. Так, наверное, мы с нашими, какие там у нас лица? Славянский, европейский, ну, как бы плюс-минус один экипаж. Видимо, для азиатов мы тоже все на одно лицо. Это было прикольно. Вот стояла я минут пять. Она лепит-лепит свои конфетки, такая поворачивается на меня. И она очень искренне и очень радостна. Вот так вот, по-азиатски. Они же очень приветливые, такая, hello! Потом опять отворачивается, начиночку раскладывает по конфеткам. Опять оборачивается, смотрит на меня, как будто первый раз видит, такая, hello! Ой, это смешно. Мне понравилось. Вот, это какой-то конференц-зал. Здесь мы уже настольный теннис резались. Мы не в главном корпусе живем. Нам надо переходить. А вот там Адам и Ева. На этом этаже у нас шоколадная пошла. Куда? А там же девочки, у тебя вечер. Я забрала мир вчера, не поздно забрала. Поранее. Сейчас. Шоколадная проверим. А на азиатов посмотрим. Если кто не понял, у меня бывают непонятливые посетители. Это не мои зрители, а непонятные посетители. И не врубается в мой сарказм, еще что-то там другое. А тут уж, ну тем более, нефиг прикапываться. Тут ничего расистского не было. Это факт. Был, что она меня посчитала разными людьми. Ну, слушайте, ну хотя бы по одежде бы запоминали. А, я же про детей еще не рассказала. У меня в заголовке дети. Сейчас с шоколадом разберемся. Это мы не берем почему-то. Нас неинтересует. Мы вот эти потребляем. Здравствуйте. Вон там Ханмедушка. Я уже все попробовала. Все нормально. Одну какую-то момент. Муж вчера вечером мы венцо пили. Он какую-то взял. Наверное, Матчелли Грин взял. И такой говорит, это же рыба. Но не знаю, что он нащупал. Очень вкусно. И еще здесь самое обалденное. С фисташковым пастой внутри было. И трюфель тоже нормальный. Вот капсулы. И еще фисташки. Так, мы что-нибудь берем. Девочки, надо решить что-то взять. Мне хотят предложить. Дайте Ханне скотч-виски. Одну. Вот эту. Да. Сейчас возьмем. Одну-одну. Прям реально. Все-се-се. Хорошо. Давайте. Спасибо. Пожалуйста. Вот. Я одну Ханне взяла. Она у меня вчера затерялась во всех. Потому что я обычно микс беру. Это я тут перед вами вы делали, что я по одной конфетке ем. Не-не. Я тут три подхода делаю. Ха. Ну, не скажу я, что. Не-не. Тут не... Скорее Ханне, чем скотч-виски. Сейчас пока дошел. Дойдем до пирожных. А потом поскачем на обед. На обеде. Если не забуду, если мысль не уйдет, то тоже сделаю несколько российских выпадов. Но уже в сторону моего мужа. А скорее в сторону его отношения к русским блюдам. Сейчас сначала в меланж надо зайти. Это важнее. Короче, погнали. Помидорка, пармезан. Там внутри еще шоколадное типа яйцо из белого шоколада и внутри. Здравствуйте. Я просто рассказываю, ничего брать не буду. Спасибо. Сразу прибегают обслуживать. Боже мой, здесь так тяжело с обслуживанием. Дальше. Это тоже в стиле помидорки какая-то штука. Это карамельный пенат. Ванильный эклер. Мне на каком-то эфире сказали, чтобы я хотела... Ну, эфиры, как сказать, немножко не такого качества, как натуральное видео. И говорят, ну, мы потерпим, что плохого качества эфир. Ну, говорят, ты хотя бы не бегай. Еще эклер. Фисташка. Попкорный карамель. И лимонный тарт. Ну, это ванильное. Там что-то вкусное. Там, короче, все вкусненькое намешивают. И все очень вкусненько получается. И здесь мы можем не торопиться, здесь музыки нету. Это кайф. Так. Вот это. Коконат, шоколад, флавер. Там, как цветочек сверху сделано. А если так? Как виднее? Нет, так, наверное, с названием, да? Мандаринчик. Алманд, манго. Миндальный манго. А вот это. Вот это, смотрите. Маша взяла. Думала, сыр. А это оказался сам Себастьян. А я и не сказала. Фисташковая мечта. Расбери. Чоколад. Медовик. Я аж его прям вцепилась. Такая, о, ура, медовик-медовик. Не, слишком много крема. Вот чисто у нас света включили. Макс Рояль, не позвольтесь, пожалуйста. От вас такого никто не ожидал. Еще и двери заблокировали. Я же размечталась, что это как наш медовик. Нет, слишком много крема. А в медовике вкусные коржи. Вот это Наполеон. Не надо с Наполеоном вот эти дизайнерские штуки устраивать. Вообще непонятно, что и не наполеонцы все. Кирамису. Ну, конечно, прикольненько, но не кирамису. И шоколадно-ментоловая штука. Здесь уже пошли духуты и круассаны. Не шевелись. Вот это классная штука. Си суналь фрукт даниш. Здесь красная смородина. Я любитель красной смородины. Мне нравится. Она еще дачный вкус. Это все, что надо. Здесь даже малину не положили. А мне в номер принесли. Молодцы. Луку. Я на лукуме не специализируюсь. А вот это так вообще из моркови. С апельсиновой цедрой. Ну, как бы нет. Здесь не для этого. Дальше. Пахлава. Три вида зеленых. Так, остальные с грецким орехом. Сейчас объясню. А вот это вот. Сейчас, видите, пожмите вот этот. Сейчас. Смотрите. Видите, они все сухие подносы, а вот это мокрые. И здесь молочная заливка. Немножко ощущение, знаете, как пахлава, залитая сгущеночным соусом. Прикольный сорт. Здесь мороженого нет, оно там в столовке. В столовке у нас. Все. Макароны все нормальные. Сашка, Сашка, Лука. Так, пошлите на обед, я вас отпущу. С магазинами здесь. Ну, такое пункта. До сих пор вот эти вот полосатые шубы продает. Вот, я не знаю, уже, вы знаете, мне кажется, уже настолько все перешли на пуховики. И эко что-то там. Мультибрендовый. Ну, я бы вам сказала, ну фиг знает. Я бы вам посоветовала бы лучше в Стамбул поехать, чем вот здесь. Неизвестно, что покупать. Потому что Турция, она очень славится Палью. Ну, это почему-то сейчас, кроме всех остальных тем, еще появилась толерантность вот к этому безобразию и к авторским правам и к подделкам. Почему-то сейчас подделку называют копией бренда, реплика. Это не реплика, это, блин, Паль. Матерюсь, матерюсь, матерюсь. Потому что я, нет, не понимаю. Для вас есть Зара, которая сделала почти то же самое. Почему вы хотите себе, блин, надпись Диор на чем-нибудь таком же? Ну, я очень возражаю. И все это воровство, и все остальное. Так, так, все, что у нас сейчас? Обед, обед. Да, да. Что, два часа уже? Ой, е-мое, я вас задержал уже 50 минут. Сейчас пообеду пробежимся. Хлеб. Я пошла по этой стороне, потому что мне сюда удобнее поворачивать телефон. Все, пойдем дальше. Вот это турецкая станция. Макс Рояль сам себя позорит в прямом эфире. Там овощи разбирают. Это местные граждане. Они рис берут, овощи в масле, и все становится. Это тоже. Вот это мне нравится. Свежие бобы зеленые. Фасоль. А в чем-то кисточка мне нравится. И вот это, слушайте. Вы меня поймете. Это кашламан, это баранина, крупная картоха и морковка очень долго варятся. Это такой супчик, который вот если ты болеешь простудным чем-то, он тебя на ноги поднимет. Это классно. Куриная запеканка. Ну, это просто котлетки в перемешку с картошкой. И фаршированные помидорки. Объясняю. Фаршированные помидорки, все остальное фаршированные, вот у турков не так, как у нас. Не знаю про другие регионы российские, но сибиряки, когда делают, например, фаршированные баклажаны. Вот это не хочу, так вот давайте утка в аппетененном соусе и картошечка. То есть когда мы делаем баклажаны, перцы фаршированные, у нас фарш и немножко риса. Здесь все наоборот. Здесь гора риса и чуть-чуть фарша. Может даже фарша не быть в этой долме. Я как бы разочарована была в этом. Они, конечно, мясо в этом смысле экономят. Здесь не то, чтобы все заканчивается. Это индейка на шпажке. Куриный стейк. Стейк из индейки. Здесь просто они готовят свежее. Это были образцы. Здесь лежит все свежее. Что захотите, вам сделают. Скажут, приходите через 10 минут. И здесь тоже просто образцы. Почти везде здесь типа а-ля карты. Здравствуйте. Всем привет. Так. Всем привет. Вам тоже всем привет. Как вас нравится? Все хорошо, очень нравится у вас. Вкусные готовки. Мясо обожаем. Чистуйте как себе дома, пожалуйста. Чистуйте как себе дома, пожалуйста. Спасибо. Учувствуйте. Нас уже поздравили со всеми праздниками. Очень рады, что приехали к вам. Спасибо. Здесь, короче, сервис такой. Кюрешненько. А, вот. Рыбные стейки. Здесь вот это тоже штука. Это образец. Это не значит, что их мало. То есть там еще накидает всяких овощей и всего остального. Шашлык из камбалы на гриле. Это рулет. Дораго. И образцы. Ничего здесь не наготавливают кучу горой. Сухонькие закуски. Сейчас пройдемся по ним. Я пошла на начало. Это диетический стол. Здесь опасно стоять. Может затянуть. Вот. Вот это я, конечно, люблю. Но я все-таки не ем эти пирожки. Типовские. Где они? Где мои соки? Я что, их все уже перетаскала. Все выпила. Матерь Божья. Ну ладно, у меня три дома есть в номере. Окей, окей. Неприкольно, да? Ребята, я к вам вернусь. Правда, мне они очень понравились. Всякие виды сухого мяса. Ну типа пастерма. И другое немножко подкопченное. С сырами тоже не совсем люкс здесь. Щика лучше пармезана. Здесь ничего не найти. Но пармезан крутейший. Крутейший. Вот он наломанный. Лучше магазиновый. Манчега есть. Это турецкий сыр. Эдан. И, можно сказать, колбасный сыр. Вот эту штуку любят всегда выставлять как реклама отеля. Типа вот это раки, вот это креветки, а вот это осет. Не осетр, аж самон. Семка. И оно здесь нафиг никому не нужно. Никакого ажиотажа. Его, в принципе, даже не пополняют. Оно так лежит и лежит. Можно сказать, декор. Но он настоящий, он на любви лежит. Вот, видите, здесь малинку по одной штучке используют. А я прям все использую. Вот эти варианты миксов, рулетиков, я, если честно, не очень употребляю. По той причине, что я люблю живые продукты. Копченая рыба есть. Есть. Чупра, Лебрек. Скумбрия. И еще одна рыба. Естественно, есть семга. Почему здесь на русском языке ничего не написали? Я теряюсь переводить. Я в растерянность, товарищи. Холодные закуски. Так, и почему я их немножко избегаю? Здесь я не избегаю. Вот такие бруссельскую капусту. Артишок. Бамью не избегаю. Ну, наверное, хамон я не избегаю. Остальное, мне кажется, что вот артишоки. На остальное мне очень сильно кажется, что они делают из вчерашних продуктов. Ну, это уже мой засток. Наверное, здесь выбрасывают все нещадно. Салаты. Вот девушка набирает очень вкусный салат. Вот это салат весенний. Ну, прямо свежесть, вкуснятина. Очень вкусная капуста. Какая-то она нежная. Но обычно у капусты есть ядреность капустная. Здесь нету этого. Йогурты и зелень. Так. Здесь есть тайский уголок. Так, турецкий показала, тайский показала. Мясной показала. Рыбли показала. Тайский. Тайский сут с лапшой. Образцы. Сыр кика, курица, малая кика. Салат кимчи. Салат из морепродуктов с острым соусом. И тайский салат с манго. У вас есть манго? Я у вас сейчас его заберу. Я бы не... Я пообзор не делала. Ребята, я бы даже не знала, что у нас есть манго. А оно там не представлено. Сейчас я вам покажу. Вот я здесь узнала, что здесь есть малины. Я начала ее заказывать. И, кстати, тайские граждане, здесь они работают... Вот я на такую штучку сказала один раз. Нет, вы видите, нету этикетки. Я ее подозрала, говорю, а что это такое? Ну, нет. Как-нибудь прорекламировать блюдо. Она мне сказала просто, сует. Ну, что это такое? Там красавчики. Внимание. Ну, не узбекские, конечно, а тайские дамклинги, но все же. И здесь тоже красавчики. Они аж прозрачные. Ну, это с овощами, это так себе. До русского дойдем, там увидим пельмени и разойдемся. Тайская, тайская. То есть, я даже взяла эту штучку. Хорошо, чтобы маленькими дозами они их оформляют. Видите манго? Я его не вижу. Вот. Значит, они оформляют маленькими дозами. Мне просто не понравится. Там даже не совсем свет, а еще что-то... Может, здесь манго где-то? Ладно, чтобы тайцы не переводили манго и малину, я буду у них забирать. Спасу. Хорошие продукты. Здесь пахлава. Зеленых тоже три вида всего. Зеленые это фисташки, самые вкусные. И, мягко говоря, здесь они не очень вкусные. Знаете почему? Потому что здесь очень много фисташки. То есть, хотелось бы побольше теста. Потому что тесто тоже нормальненько выглядит. Чувствуется в хороших отелях. Лукум. И здесь детский рай. Такой же, как Бэл Лэнс оф Лэджис в Киндоме. Ну, то есть, я так поняла, моим детям нужна та горочка. Я эту горочку даже на этом канале показывала. Когда подходишь и набираешь мармелад. Вот это вообще Саша пережить не может без этого. Ему очень нравится. Это зубы. Мармеладные. А, вот они. Открытые. Вот. Это они любят. Мороженое. Мавинпик. Ну, знаете, к мавинпику надо быть морально готовым. После той фигни, которую мы едим. Даже если вы прокачиваете себя только магнумом или магнатом, смотря кто в какой стране живет. К мавинпику надо быть готовым. Это какой-то просто концентрат. Дальше. Турецкий десерт. Панакота. Ну, она какая-то другая здесь, но это панакота отвечает. Айба. Айбу я ем. Она чистит вкусовые рецепторы. Когда обожрешься всем остальным, айбу рекомендую. Или тыкву. Они нужны. Это, да, это такой рефреш. Наверху. Ну, так себе турецкие десерты. Бисквит, размоченный в сахарном сиропе. И молочные. Разнообразными способами приготовленные молочные запеканки сладкие. Вот. Как говорится, если вы любите кучью, в Турции вам понравится. Здесь она, вот она. Можно сказать. Сютлач. Ну, вот здесь просто дизайны. Вот это вкусно. Это надо за ней залезать, конечно. Меренги. 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 И вот здесь есть нормальный медовик. Но тоже они не... Сейчас поставлю. Они немножко не поняли смысл. Вот кирамису, все, тут уже беспросветно в Турции кирамису, чтобы сделали у них свой взгляд. Этот, они вроде пыхтят, как надо, на медовик. Но они слишком много крема делают. Они не понимают пока, что в нем вкус в коржах. Вот что. И в Наполеоне тоже в коржах смысл. Вот они такие. С таким подходом. Так, марципаны есть еще? Марципаны сегодня... Только у меня в номере. Окей-окей. Я вижу, конечно, кусочек марципаны. А это нарезанный какой-то пирожек. Смотрите. Сейчас. Вот марципан. Вот эта косичка вдоль биттер-алмонд-кукисов. Все, пойдемте русское посмотрим. Я вас отпущу. Яблочный компот. Морс. Сейчас договорю. Винегрет. А, вот где икра пряталась. Да, правильно, наконец-то. В наше блюдо. В русский уголок перенесли икру на обед. А то ее не было два дня. Вот здесь. И свекольный салат. Фигня, конечно. Они почему-то ее недоваренную сделали. Дальше. Куриная ножка в ореховом соусе. Девочки, это разве наш продукт? Ой, наше блюдо. Дальше. Зеленая фасоль на пару с помидорами. Что-то тоже не наше. Мы в Сибири такое не ели. Вот котлета по-киски, да. У меня мама готовила. Здесь она обалденная. Там столько масла внутри. Ее вскрываешь, она бабах. Супы. Куриный суп, красный борщ. Уха. Согласны со всеми. И они здесь даже сметану у нас будут. Голубцы. Голубцы. У них турецкий взгляд на голубцы. Какую-то специю они бабахнули не ту. Перебивает все. К пельменям нет претензий. И лосось с гранатовым соусом. Я не помню, чтобы у нас был соус с гранатовой к рыбе. Ну, правда. Прямо я и общепитами пользовалась. И дома мы пожрать любили. Но у нас просто рыба была. Сейчас здесь на улице, по-моему, удаляют мальдивские виллы. Их, по-моему, брали. Потому что они стоят очень дорого. А возле них постоянно кто-то ходит. То есть там не уединиться. Здесь есть где-то там вот эти дорогие виллы, домики, где можно инкогнито жить. А здесь ты снял что-то дорогое. И, как сказать, а тебя все видят. Вообще все номера выходят туда. По-моему, их снесли. Смотрите. То есть их сейчас сносят здесь ремонт. Здесь ремонт. Возле фасада ремонт. И некоторые номера тоже ремонтируют. Они заявляли об этом по ощущениям. Они к сезону должны закончить. Здесь прям пыхтят. Здесь никто не ходит. Руки в боки. Здесь гоняют всех строителей. Только так. Ближе к сезону. К турецкому, летнему. Туда смотрите. Сейчас не стоит. Сейчас отвечаю. Холодрыга. Нам просто... Ну, я в Фетхе живу. У нас все отели закрыты. У ребенка день рождения. У нас годовщина. Почему не поехать? То есть мы зимой как раз уезжаем сюда. А летом у нас уже там есть свои попроще отели. Фетхе. Да. Почему не Кемер? Кемерский Макс Рояль, он послабее. И Бодрымский послабее. Здесь может сложиться впечатление, что какой-то не вау. Вот здесь могу рассказать. Музыка есть? Есть. Блин. Вот. Может сложиться впечатление, что нету вау-эффекта. Где есть вау-эффект? Посмотрите, Галина, обзоры на другом канале. Марден Паласа. Рейвнума. Вот их гляньте. Они подешевле. У них чуть-чуть поменьше сервиса. У них немного поскромнее ресторан в сезон. Сейчас это не обращайте внимания. Сейчас это зимняя концепция. Это сейчас, можно сказать, жрать нечего в этих отелях. Но в Рейвнуме и в Марден Паласе там высокие потолки, там воздух, там номера красивые. Вот этот отель, он не был создан как люкс изначально. Они не думали, что они будут тут так вот изобильно встречать гостей. Поэтому здесь, здесь бы по полметра потолкам прибавили, было бы другое ощущение. Поэтому они обслуживанием вытягивают. Вы что, здесь что не попросишь, они такие, они не возражают. Они говорят, а, сейчас, и убегают куда-то искать. Ты сидишь, ждешь, бац, тебе приносят. Я заехала, когда говорю, у вас есть марципан, хамон, пекан. Она говорит, ну, сейчас разберемся. Убежала куда-то, говорит, так, марципан вам приготовят, принесут, куда вы скажете. Ну, вы видели марципановые конфетки. Хамон есть в круглосуточном ресторане. Ну, туда просто мне сейчас неинтересно найти, там, типа, алиокарты, хамон и еще три каких-то свинных колбасы итальянских. Давайте возьмем интервью у котика. Котик, здравствуйте. Вы, говорят, местный, специально обученный котик. Вы себя хорошо чувствуете? У вас все хорошо? Котик, он невозмутим. Вот, смотрите, видите, здесь перекрыто. Ну, мы туда и так не ходили. Там были домики. Сейчас их вроде бы ликвидировали. Ну, либо там какая-нибудь заставка, либо еще что-то. Я вам скажу, почему видео выходят редко. Потому что обновила монтажную программу и снимаю на Samsung какой-то там из последних. Недавно купила. Получаются огромные файлы. Новая монтажная программа делает все более, как-то там обрабатывает интереснее. Долго обрабатывается. Только поэтому. Для этого у меня в виде отчетов, что я не халтую, что я как бы, я с вами, я шью, у меня появилась вот эта рубрика, что смотрите, что сшито. Потому что как бы то, что сшито, мы и носим. Поэтому у меня сейчас вот эти чуть-чуть разбавляют, как только вот. Я уже, знаете, что я сделала? Я ФТП поставила меньше на камере, когда снимала. Не помогло. Я делаю точно так же, как и делала. А потом ставишь на обработку, на рендеринг. И у тебя, в принципе, компьютер занят целый день. Компьютер у меня игровой. Там к нему тоже претензий нет. Он мощно работает. Но эта программа работает очень долго. Поэтому как только что-то смонтировалось, я вам отдаю на просмотр. Не жадничаю. Записанных тоже много, как только, так сразу. Возможно, то, что вы видите вот в этих вложиках, это у меня записано в телефоне хранится. Там тоже много этих терабайт, что ли. Дойдет очередь. Покажу. Всем творческих идей, воплощения идей. И еще самое важное. Вам всем кучу вопросов на то, чтобы ваши идеи можно было воплотить. Чтобы вам вот этот денежный вопрос не сжал плечи. Когда вы что-то выдумываете. Широкую руку, вот чтобы, как сказать, решали, да, максимально хорошими материалами. Потому что вначале я сказала, что я сэкономила на ниточках. И получилась фигня. Вот не экономила бы, не делала бы этот поиск. Ах, как бы подешевле сделать. Ой, какие нитки интересные. Взяла бы нормальную какую-нибудь нако или ализе. Сделала бы эту кофту. И было бы все нормально. И оно бы пружинило. А у меня не пружинит. В общем, вам желаю, чтобы у вас так не было. А чтобы у вас так не было, значит, вам нужно много денег на это. Все. Вот прям не больше, не меньше. Прям чтобы огромная куча. На творческое воплощение. На тесты. На не тесты. На смелость. На то, чтобы, знаете, как бывает такой рукоденец. Резанешь что-нибудь, дети, у тебя так лысь. Холодом по тебе пробежала, что не там резанул. А чтобы не было этого холода. Чтобы вы не боялись. Вот этого вам желаю. Все. Чмоки-чмоки. Всем пока.